Всем доброе утро. Мы проснулись в общем в час дня. Планировали пойти в универ в 10 утра, но не сложилось. Мы вчера поздно легли, поэтому решили пойти только на последнюю. Сейчас я Никите делаю такую витаминку с утреца. На улице прекрасная погода, возможно обманчивая, но солнышко вроде как тепло. Это просто прекрасно. Сходим в универ сегодня и, не знаю, после универа заперем магазинчик. Придем домой, Никита будет писать дипломку, а я не знаю, что-нибудь приготовлю. И, конечно же, покажу. Осталось нам 15 минут до выхода, а мы все сидим в домашней одежде. Что ты скажешь по этому поводу? В универ надо идти. Да, не спешу я туда. Прямо скажем. Не, ну уже входим. Сейчас пойдем, покажу вам, наверное, на сегодня свой университет. Ну, не полностью, а так, куда нам надо идти. Надо, блин, одеваться, а так не хочется. У меня голова еще не высохла, может не идти. Блин, ну к нему надо. Пойдем, уже идем. Идем мы, значит, в универ все-таки. Через 15 минут у нас пара. Посидим полтора часика в телефончиках. Да. Что туда ходим, непонятно, потому что прибод бормочет все время что-то там под нос. Все, что бормочет, говорит, высылать буду вам на e-mail. То есть лекции за ним записывать не надо. А что, ходить? Я так не понимаю. Потому что отмечает и все. А ходить к нему надо тоже просто потому, что он отмечает. Ничего толкового он там не рассказывает, не объясняет. Короче, ходим лишь бы ходить. Он думает, что нам дома заняться нет. На прошлом занятии я вообще не понимаю его. Вот эту вот логику мы сидели, вроде предмет про информационное развитие бизнеса, а он нам показывает какие-то склады, как и машина, упаковывает товар. Но вот я вообще не понимаю. И он смотрит с таким энтузиазмом и думает, что нам интересно. Мне кажется, просто он это видео смонтировал. Он хотел нам его показать. Кстати, очень возможно. Неважно, что оно по смыслу не подходит, не по теме, но показать надо. Наши университи, так званая Паньство Школа Высшая имени Яна Павла Другего в Баю-Кодляске. Заходим внутрь. Это Бодя стоит, угарный чувак, но я вам, наверное, его пока не покажу. Вот наш университет. Немножко изнутри. Я вам его покажу. Совсем чуть-чуть. Потому что он, в принципе, небольшой, но мы идем в отдельное крыло, поэтому весь пока не покажу. Поднимаемся на второй этаж. В Польше, кстати, второй этаж — это всегда первый этаж, потому что у них нету такого, как первый, второй, третий. У них есть такое, как нулевой, первый, второй. То есть, если вам говорят в Польше поднимитесь на второй этаж, то это по-славянски на третий, грубо говоря. Ну, по-нашему на первый, по-польскому на второй. Ой, по-польскому на первый и по-нашему на второй. Заходим в кабинет. Закончилась у нас пара. Наконец-то. 16 часов вечера? 16 сейчас, да? Да. А у нас уже вот как темно. Да. Вот. Это нам так часы перевели. Казалось бы. Каждый год зимой вообще в 3 часа будет. Да, в 3 часа уже темно. Идем в бедронку с зал луком. Зато с самого утра классно. Ты просыпаешься, допустим, в 6 утра вот в Беларуси и темно, в 7 еще темно. И вот это так тяжело встать. Но когда в Польше переводят часы и ты просыпаешься в 7 часов или в 6, уже светло. Ты мне скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз просыпалась в 6 или в 7 утра? Я тебе скажу. В первый год учебы, когда нам было на 8 утра, я ходила. Вообще легко было вставать. Ты просыпаешься, птички полить, и словно... Аристократия раньше от 19 не встает. Короче, идем в бедронку за луком. Ждите следующего включения. Пришли мы домой с парой. Ой-ой. Я сейчас буду готовить ужин, а тем временем Никита поиграет в Nintendo, либо же в компьютер. Приготовила я обед-ужин. Вот у нас будет рис. И такая типа подливка бестроганов, но не до конца бестроганов. И такой салатик из помидорчиков с добавлением небольшого количества оливкового масла, соли и перца. Мы вкусно покушали. Кристина вроде как собирается, смотрела какой-то сериал. Да? Ага, сериал. Какой? Не знаю, я посмотрю, что вышло. Либо «Рибердейл», либо «Американ Структуры Вуз», либо «Ходячих меркельцов». В общем, будете смотреть свои сериалы, а я сяду снимать ролик на звуках. Я записал все свои видео, Кристина посмотрела сериалы. Я не сериалы смотрела, я посмотрела «План Б. с Бузовой» и «Батрудинова». Лучше бы ты сериалы посмотрела. Только что вместе посмотрели фильм «Кладбище домашних животных» 2019 года. Ну, ничего так. Местами я пугалась. Ну, не знаю, второй раз пересмотреть его. Не знаю, ли я захочу, может, через какие-то года-два. Но не сложилось у меня такого впечатления, что я хочу в этого человека какое-то время пересмотреть. Ну, я скажу, что если сравнивать с «Оно», оно лучше, но «Кладбище» страшнее. Оно как фильм интереснее, лучше снято, но «Кладбище» страшнее. «Кладбище» не такое, как книги. Это одна из немногих книг, которую я прочитал. Но и в книге немножко по-другому все было. Но как бы все одинаковые там-там. Ну, мне, в принципе, фильм более-менее понравился. В принципе, да. Он неплохой. Мы еще покушали. Куда без этого? Да, мы покушали. Доели мясо это бестроганом, отварили пасту, перемешали и вкусненько поели. Вот, уже у нас час сорок. Час сорок, да. Я все хорошо вижу. Мы с вами прощаемся на этом. Да. Никита будет монтировать флал. Я буду доделывать на завтра проект, чтобы немножко осталось. Да. Вот, и будем ложиться спать, и уже увидимся утром. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok